Бедные дети старше 16 лет. Добрый день, это программа Продокс, я ведусь Степан Демура. Сегодня мы будем обсуждать с нашими гостями продовольственную безопасность страны, что это такое, в ком состоянии находится и что нужно сделать при идеальном раскладе в стране, чтобы ее обеспечить. Что такое продовольственная безопасность? Идете в магазин, там хлеба нет. Бежите на базар, там хлеб есть, чуть-чуть осталось, но очень и очень дорогой. Это означает отсутствие продовольственной безопасности. Все очень просто. Ну, может быть, все несколько сложнее, и нам это объяснят сегодняшние гости. Это Александр Сергеевич Баранов, президент Общенациональной Ассоциации Генетической Безопасности. Добрый день, Александр. Здравствуйте. И Леонид Ильич Мерзун, гендиректор пекарни Боско-Л. Добрый день, Леонид. Спасибо, что пришли. Начнем с определения. На ваш взгляд, что такое продовольственная безопасность? Ну, в моем понимании, продовольственная безопасность – это обеспечение, во-первых, достаточным количеством продовольствия населения, которое может употреблять. Бесперебойное. Ну, бесперебойное, естественно. Это наличие продовольствия в Гохране, в этом самом государственном запаснике, резерве, да. И это наличие генетических ресурсов, то бишь сортов, национальных сортов растений и пород животных, которые наиболее адаптированы к нашим условиям, выращиваются и, то есть, являются базой для производства продовольствия, без которого мы, к сожалению, с вами, поскольку мы биологические существа, не можем существовать. Мы не можем кушать нефть, газ, на который у нас сейчас сконцентрировано все внимание и трубопрокат, но вот продовольствие – это основа нашей с вами жизни, так же, как кислород, так же, как экология, окружающая нас природная среда. Вот, продовольственная безопасность – это самое главное условие существования нашего и существования нашего государства как такового. Как только мы переходим на активный импорт, и вот в Москве, например, там, по разным оценкам, от 65 до 80 процентов у нас импортная продукция, а сейчас вступлением в ЭТО будет еще больше, насколько я понимаю. Вот это потеря своего продовольственного суверенитета и потеря продовольственной безопасности. Ну, если я не ошибаюсь, по-моему, на землях, где проводилась селекция, да, под Москвой построили этот пустоград Сколково, да? Ну, да, это уже вопрос о земле. Да. Один из главных вопросов, который, так сказать, в революции 1917 года. Там еще был вопрос о собственности. Да, и там, кстати говоря, крестьянам обещали море всего, да, но в конце концов они оказались самыми ущербными. Ну, как в том анекдоте, Владимир Ильич, а земля-то куда? К есть янам, батя, к есть янам. К есть янам, да. А вы согласны с коллегой? Ну, в какой-то степени, да, какой-то аспект того, что такое слабая продовольственная безопасность, вы вот осветили своей шуткой, да. Но у меня совершенно случайно, как вы понимаете, с собой есть формальное определение международно принято. Я его засчитаю с вашего позволения. Продовольственная безопасность – это как бы определение, признаваемое ФАО, Международная продовольственная организация. Это обеспечение гарантированного доступа всех жителей в любое время к продовольствию в количестве, необходимом для активной здоровой жизни. Уровень продовольственной безопасности определяется по двум показателям. Первое – объем переходящих до следующего урожая мировых запасов зерна, ну, либо национальных. Уровень считается безопасным, и зерновой резерв страны может в течение 60 дней обеспечить мировое потребление зерна. Запас страны – это последний праздник? Это считается как бы применительно к мировой безопасности. Но то же самое можно говорить и о национальной безопасности. То есть 60 дней всего? 60 дней или 17% от годового потребления. Да. Вот такой показатель признаваем. Это странное определение, а ведь между урожаями, пардон, полгода. Я не исключаю, что принимается во внимание возможность принятия мер за этот период, которые позволят как-то нормализовать ситуацию. И второй показатель – это уровень душевого производства зерна. Вот какой именно является безопасным, здесь не написано, но еще с университетских времен я помню цифру тонна зерна на душу населения. В год? В год. Ну, как в урожай. А, в урожай. В урожай, да. Не потребление, а производство. Вот там такой интересный был, по-моему, пункт, вы зачитали. Не пункт, а предложение. Необходимое потребление. Согласно нормам, да, каким-то? Физиологически. Необходимым для активной здоровой жизни. Вот это принципиальный вопрос. Я посмотрел просто статистику, и оказывается, у нас в среднем население потребляет мясных продуктов, молочных продуктов где-то на 60-70% от рекомендуемой нормы. Это так? И это уже связано с покупательной способностью этих населений, потому что нет мяса. Вы знаете, у меня совершенно не стынет кровь в жилах от этого факта. От недоедания? Никакого недоедания в нашей стране нет в целом. Ну, как бы в масштабе страны. То есть, разумеется, страна большая, и, как всегда, распределение в таких больших совокупностях происходит по закону нормального распределения. То есть, есть переедающие, есть недоедающие, есть питающие... Это, кстати говоря, термин ВОЗ. Они не любят ожирение, говорят, недоедающие и переедающие. Переедающие как раз, потому что в Макдональдсе не надо кушать. Это все очень просто. А есть нормально питающиеся. Понимаете? Да, тут другой... Весь вопрос в кривизне этого графика. Вы понимаете? По моде. И в том, что по краям. Конечно, ситуация ненормальная с точки зрения биологии человека. Но я считаю, что вполне приемлемая для того переходного периода, в который в настоящее время находится наша страна. 25 лет уже находится. Нет, нет, вам кажется. Просто, вы знаете, время очень быстро бежит. 50 лет? Нет, у вас субъективное восприятие. Действительно. Я вот... Я две минуты максимум займу. Вот я считаю, что перед тем, как давать оценки частности, надо попытаться решить вопросы общие. А иначе... Ну, знаете, это один из заветов Ленина. Он же писал, что не решив общие вопросы, мы все время будем на их нерешенность натыкаться при попытке решать частные вопросы. Так вот. Я как профессиональный политэконома-марксист... Ух ты! Ну, так мне в дипломе написано. Так мне в дипломе написано. При Владимир Марксистской Ленинской политической экономии, извините. Поэтому я теперь пекарь. Вот. Я попытался у себя в голове обобщить историю состояния продовольственной проблемы в России. И в этой связи я как бы выделяю три этапа. Все, что было до большевиков, то, что было при большевиках и нынешний период. Если говорить о том, что было до большевиков, то, вы знаете, вот лучше всего вам ситуацию обрисуют романы «Мамина Сибиряка». Мало того, что... Сейчас его мало, к сожалению, читают. Но мало того, что это Хейлевит своего времени. Это шикарный писатель с интригой детективной. Но там все понятно. Страна голодала. Именно так и было. Вы понимаете? Достаточно посмотреть потребление пшеницы на душу населения. Для чего посмотреть. Но я вам скажу так. Два раза ниже, чем... Россия зона в целом. Просто я так помню, наглая, сейчас Россия потребляла на душу населения в два раза меньше, чем Германия. И в четыре раза меньше, чем США, на самом деле. Ну и так далее. Понимаете, я под голодом понимаю ситуацию, когда начинается массовый мор населения. Именно по причине голода. Ведь... Вот вы знаете, почему за основу среднесрочного планирования был принят пятилетний план? Нет. А потому что статистика. На три неурожайных года... Приходится два урожайных. Приходится два урожайных. Вот, скажем, в XVIII веке было 34 голодных года. То есть не урожай, при котором люди умирали миллионами. В первой половине XIX века было 35 таких лет. Ну, это видно просто в течении природных обстоятельств. Правительством, Министерством внутренних дел разрабатывались циркуляры о изготовлении пищи из непищевого сырья для нужных крестьян. Земства, там уже после реформы 1971 года, создавали специальные комитеты и специальные так называемые магазины, то есть склады, для раздачи по определенным критериям людям, у которых уже был полный подрыв здоровья. И вот, понятно, да, общая ситуация. И, между прочим, между прочим, экспорт параллельно вот в эти годы, потому что ведь очень разные ситуации по регионам. Экспорт, я вот специально пересчитал пуды в тонны. Вы знаете, в крайне неблагоприятные годы экспорт зерновых достигал 7,5 миллионов тонн. Понятно, да? Вот здесь вот умирают и так далее. И так далее. Большевистская эпоха. В исторически кратчайшие сроки решение проблемы голода. Не будем говорить о методах. Понятно. Все ясно. Да, варварскими. Через голод к отсутствию, к ликвидации голода. Ну, слушайте, ну, действительно, было создано условно-товарное, достаточно устойчивое сельское хозяйство, чтобы кормить армию и городское население. Была создана промышленность хлебопекарная, чего раньше не было. Да, путем, конечно, того, чтобы гнобили крестьян, голодоморы. Да, но при этом, да, вот я как раз хотел сказать, что производители... Я говорю, не будем сейчас методы обсуждать. Но, тем не менее, в целом вопрос голода... То есть методы оправдывают средства. Цель. Нет, я рассказываю... Я просто... История, да, да. Значит, в 40-м году голода не было перед войной. Мощность хлебопекарных предприятий города Москвы была рассчитана на суточное потребление в среднем 750 грамм. А вы почитайте «Мамина Сибиряка». Там только и разговоров. Сколько у тебя хлеба... Леонид, надо прорываться на перерыв. Оставайтесь с нами, уходим на новостной перерыв. Снова в эфире программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Демура. Телефон студии 6510-996. Звоните, задавайте вопросы. Сегодня мы обсуждаем продовольственную безопасность. Ну, вот сейчас Леонид Ильич Мерзон, генеральный директор пекарни «Боско-Л» сделал нам небольшой экскурс в историю. Сейчас мы дойдем уже до переходного периода. До наших дней. До наших дней, да. И также у нас в гостях Александр Сергеевич Баранов, президент общенациональной ассоциации генетической безопасности. Да, Леонид Ильич, пожалуйста. Ну, я быстро закончу, да. Вот советская власть. Возьмем послевоенный этап потихонечку. Ну, да, не будем брать там 40-е годы. Все понятно. Ну, как бы то ни было, общее состояние как можно оценить? Голода не было. Но была, во-первых, крайне неустойчивая ситуация. Вспомним целинные земли, вспомним 64-й год. Я прекрасно помню, как я в ЖЭК стоял в очередь с наволочкой. Шубуки, да, шубуки. Вот сейчас кому-то объясняется, молодых не понимают. Но в целом, вот после Хрущева, скажем так, как выглядела ситуация именно с питанием. Не с сельским хозяйством, не с пищевой промышленностью, с питанием. Ну, еды было в целом достаточно. Не было качественной еды, понимаете? То есть была большая неудовлетворенность. Были продуктовые заказы, помните, курица, палка 4-х рублевой колбасы и банка горошка, да, туда-сюда. Ну, была просто унизительная ситуация, скажем так. При том, что вообще-то показатели производства были неплохие. Я же помню показатели валового сбора зерна 220 миллионов тонн на 285 миллионов населения. А почему тогда Россия, Советский Союз, вернее, импортировал зерно? Вот. Помните, была такая шуточка, особенность советского сельского хозяйства. Сеем зерно в России, а собираем в Канаде. А вот такова была эффективность. Таков был эффективный собственник. Понимаете, о чем в свое время Гайдар и Гайдар говорили. А теперь по-русски проблема в чем? Объясняю. Гигантское сельское хозяйство с неимоверно низкой эффективностью использования выдаваемых туда ресурсов. Всех. Значит, капиталовложения... Вот я работал в институте при Госполагании СССР и как раз занимался капиталовложением. То есть мы знали все, мы знали почти все, очень много. Ну даже были циники, но даже мы при слове капитальное вложение в сельское хозяйство у нас менялось лицо. Это была полнейшая черная дыра. Понимаете, это я говорю в том числе для тех, кто сейчас пишет и говорит о недостатке государственного патернализма по отношению к сельскому хозяйству. Что вот мол, как же так, в Штатах там 25% цены субсидируются, дайте денег, понимаете, дайте пристроиться к государственной кормушке. Да, откатим, не волнуйтесь, ребята, дайте, вы понимаете. Ну вот возьмите советский опыт. Уж на что в промышленности зарывали землю? Как раз я специализировался на вопросах сверхнормативных сроках строительства. Строили одни фундаменты. Но в сельском хозяйстве это была полная катастрофа. Куда девайское обложение, непонятно. При этом работали гигантские заводы, выпускали, черти какой. Мы же были лидеры по производству комбайнов того, чего, пятого, десятого. Понимаете, только почему-то снимали в 12 центнеров с гектара. Ну вы представляете, сколько мы тратили горючки. А сейчас, по-моему, под 40 снимают, да? Ну это в хороших местах, это очень хороший показатель, понимаете. Потому что в Штатах это ниже. Там, скажем, в Голландии, в Германии там и 70, и 80 снимают. Вот. Но наши-то комбайны, они как самолеты, они покрывали пространство. С вертикальным взлетом. Вы понимаете, с горизонтальным. И все такое прочее. Ну, да, и вот я закончу, да. И вот специально, как бы, обращаюсь к людям, которые не ходили в продовольствие магазинов в 80-е годы. И особенно, не дай бог, в конце 80-х, в самом начале 90-х. Ребята, вы не видели пустые полки? Вы не знаете, что такое иметь среди знакомцев своего мясника? Я знаю, очень хорошо. Ну, и я знаю, очень хорошо. Да, на что только не шел, чтобы на своего мясника заиметь. Вы понимаете. И поэтому, конечно же, на сегодня, ну, либо так, либо оптимистично сказать, наступило. Осторожно сказать. На сегодняшний день, в целом, мы имеем в России ситуацию, а, изобилие, б, сбалансированного рынка. В том смысле сбалансированного рынка, что нет безумных избытков, как там в Италии давить апельсины гусеничными тракторами. Б, нет никакого недостатка, все, что... Шикарные супермаркеты, они хуже, чем в Европе. Ну, большая-то часть импорта. Послушайте. Ну, да. Ну, а что... Сейчас, вот в связи с этим, последний слой. Тут другой вопрос, что не надо думать, что жизнь в условиях изобилия, это вам просто так. И что она не таит в себе каких-то опасностей и рисков. Таит и еще какие. Вот сегодня, я думаю, и вы нам, Александр Сергеевич, про это расскажете подробнее. Таит и еще какие. Не все так просто. Понимаете, да? А насчет того, что импорт... Ну, вот давайте по этому поводу хоть немножко успокоимся. Вот этот алармизм странный. Вот надо гордиться участием, я считаю, как пекарь со своей пекарской точки, кочки зрения. Надо гордиться участием страны в международном разделении труда. А что? Сколько на сегодня в мире стран, которые на 100% обеспечивают себе продовольствием? Я знаю две. США и Франция. Голландия только на 97%. Италия на 78%. Япония на 50%. А Объединенные Арабские Эмираты на 20%. Ну, там же пустыня ничего не растет. Ну, послушайте, ну и что? Ну, послушайте, ну поезжайте в Объединенные Арабские Эмираты и не найдите там хоть одного местного жителя, который обеспокоен проблемой продовольственной безопасности. Ну, они не обеспокоены, пока не вернутся в пустыню. Они участвуют в международном разделении труда. И они решают свои вопросы. Определение ФАО не говорит за счет чего, вы понимаете, да? Вы можете занимать какое-то уникальное положение в мире, будучи там полумонополистом на каком-то конкретном мировом рынке и отлично. Леонид, то есть вы считаете, что никаких проблем с продовольственной безопасностью в стране не существует? Я не говорю, что проблем нет. Я говорю, что проблем целая куча. Какие? Сейчас, одну секундочку. Проблем целая куча. Но не катастрофа. Ничего катастрофического, понимаете, нет. Это для экономики. Вы сейчас говорите об экономике. Нет, я говорю широко. Вы не говорите здоровья человека. Это две большие разницы. Нет, пока мы говорим об экономике. В том все и дело. В том все и дело. Проблем полно, в том числе, а может быть даже и в первую очередь, не экономического характера. Вот мы сейчас с вами, надеюсь, будем об этом говорить. Но если все-таки закончить с экономикой, то, конечно, гигантские проблемы эффективности. Гигантские проблемы. Вы понимаете, вот те процессы, которые сейчас еще идут и еще будут долго идти, они жутко болезненные. Это ломка, это людские судьбы, это пустые деревни, это разорение, подгродство и так далее. Ну, слушайте, ну вспомните про долю населения, фермерского населения в штатах. Ну, смешная ведь доля. Три или четыре процента. Ну, вы понимаете, да? Значит, три человека могут накормить себя и еще 97. В принципе. При правильной агрокультуре. Ну, поезжайте в Израиль, посмотрите, как каждому кустику... Там иная система производства. Послушайте, это все повторно. Сейчас в Европе, вот я был на Конгрессе, вот, в конце прошлого года, на Международном Конгрессе в Италии, в Турине. И там как раз говорилось о том, выступал комиссар Европейского Союза по... Черт, меня при названии комиссар, знаешь... Ну, это у них так много, это их криминология. Бескожатки, бескожатки. Значит, по сельскому хозяйству, вот, и защите прав потребителей. Он выступал, и он сказал, Челыч, господин Челыч, он вышел и сказал, что сейчас самая главная задача для Европы, да? При всем том, что Франция самая достаточная страна в отношении продовольствия, там другие за счет того всего живут. Так он сказал, самое главное, сохранить фермерство. Потому что вот соотношение индустриального производства сельскохозяйственного, да, это агрохолдинги, там, вот, компании, как в Соединенных Штатах, которые все заполонили, и там, ну, с едой, с безопасностью продовольствия, так сказать, есть напряженка. И он сказал, главное, сохранить фермера. Потому что у них тоже идет тот же процесс, что и у нас. Из сельской местности фермеры уезжают в города. В основном молодежь, которая считает, да, это не только это, не только это, понимаете? Сейчас единственное, что там сдерживает, и на что они делают ставку, и не только они, кстати говоря, и ФАУ тоже, это на развитие экологического сельского хозяйства. Потому что все поняли, что индустриальное сельское хозяйство при производстве продуктов питания привносит в нашу с вами жизнь биологическую, физиологическую, да, много рисков. И мы, у нас появилась куча сопутствующих с едой заболеваний, от которых мы избавляемся, ну, с помощью фармацептики. Понимаете? И вот это о производстве экологически чистой продукции, которая не может быть выращена в холдингах. Это слишком большие пространства, и там действительно приходится применять и химию, и, как вы правильно говорите, да, и химию, и антибиотики, и то есть скучность всегда вызывает болезнь, и она распространяется быстро, взрывно, взрывается. А здесь мелкое хозяйство, и там можно загасить любой очаг возникновения, так сказать, той или иной инфекции. Любой. И вот они делают на это ставку. Причем идут субсидии от государства, и они всячески это поддерживают. И эти ребята живут, ну, достаточно хорошо, я вот просто знаю, но они, они знают свой порог, уровень. Они не хотят производить больше, чем это требуется. С экологической продукцией сейчас, или органической, как ее там еще называют, востребованность большая, но предложений мало. И вот у них это проблема. Почему? Я просто участвовал в случае. Но она же и дороже, чем... Вот, понимаете, это тоже миф. Тоже, да? Вот сейчас я вам приведу пример. В московских магазинах она дороже. Я сейчас просто приведу пример. Значит, вот на этом же форуме говорили о том, что сейчас продовольственный кризис, и цены растут на продовольствие в Европе. Вообще-то цены показали пик в августе и просто обрушились на мировых рынках. Вот смотрите, что происходит. Значит, единственное, что продолжает развиваться, это вот этот сектор аграрной экономики. Это производство экологически чистой продукции. Почему? И она не дорожает. Она вот, она застыла на одном уровне, потому что там, это энергосберегающая производство, это ручной труд, то есть там не дорожает ничего. То есть они мало берут бензина, там в основном, так сказать, ручная прополка, или там с помощью птиц они уничтожают вредных насекомых. Ну, там есть свои определенные правила разработки. И вот, понимаете, а экономисты говорят, вот из-за этого. Тут все растет, энергоносители растут, и поэтому цена растет. Вот, да. И вот сейчас, да, вот лет 10 назад разница была существенна, да, и не каждый себе мог это позволить. Но смотрите, сейчас в Германии треть населения потребляет только органическую продукцию или экологическую. Треть населения потребляет и ту, и другую. Ну, и вот социальных, так сказать, групп, есть социальная группа, которая потребляет только вот такую индустриальную продукцию. В отношении безопасности, вы сейчас знаете, там скандалы идут, да, фальсификат там. Вот канинка попала там. Канина, да, рыбка там тоже все неправильно видела. Ну, понимаете, ну, канина, нет, с рыбой вот, да, вот этот скандал действительно более существенный, чем с канинкой. Канина вообще занимает более высокий ранг по своим, по качествам, питательной ценности, чем... Я не знаю, чего они в скандале. Ну, хорошо, ну, канинка. А по потребителям? А, кстати говоря, в Финляндии даже мясо-андатры добавляют с салями, в финское салями, для того, чтобы вот пикантный вкус вот этот... Ну, так вы покажите на информации для потребителя, что добавлено мясо, там, какого-то там зверюшки. Ну, андатры, это будет выгодная крыса. Да, в случае с каниной-то этого не показали. Только... Так, важно прерваться на перерыв новостной. Александр, подождите, через минуту мы возьмем ваш звонок. Мы снова в эфире. И, прежде чем продолжить нашу дискуссию, у нас есть телефонный звонок. Александр, добрый день. Добрый день, Степан Геннадьевич. Громадное вам спасибо за всю вашу информацию, которую вы даете и будете давать. Немазачи. Вопрос аграрный по теме. По поводу экологической продукции в Германии, позвольте мне посомневаться. Вопрос следующий. Аграрный вопрос. Я холд-аут из аграрной страны Аргентины. Как вы считаете, ваше личное мнение? Сейчас ведутся суды с хеджи-фондами в Америке. Судья Гриза приговорил Аргентину то, что они захапали, выдать. Второй раз процесс откладывается Аргентине. Вы что захапали? Правительство Аргентины что-то национализировало? Правительство Аргентины в 2001 году, я вам написал мейл. 5% держателей бумаг отказались, 95% согласились на реструктуризацию. Их вынудили. Но извините, там ковенант был 75%, если согласны, то проходит реструктуризация. Именно так. Значит, Япония, Штаты и Европа скооперировались. И сейчас, несмотря на разное законодательство, все пытаются 5% переиграть. Мой вопрос конкретный, не кажется вам, что за этим всем проглядывается система, а именно Кипр, потому как кибернетическая модель была отвергана на Аргентине, перенесена на Кипр и дальше будет перенесена дальше, на Европу. Следующая жертва это Европа. И последний вопрос, не является ли вам, что это все, опять же, аграрный вопрос, последствия религиозных войн. Кто в выигрыше протестантам? Не совсем по теме, но попробую ответить. Значит, по поводу того, что идут суды и сует аргентинское правительство, я не думаю, что у них что-то получится, потому что, если не ошибаюсь, облигации были выпущены согласно аргентинским законам, и ковенант был 75%, поэтому пусть суются на здоровье. Ничего у них не получится, на мой взгляд. Хотя сейчас система международного права разрушена и рулит право сильного, поэтому все может быть. Ну а что касается продовольственного вопроса, на самом деле сейчас самый главный вопрос, который стоит в мире, это вопрос о воде. И именно поэтому разбомбили и уничтожили Ливию, потому что там есть очень много воды, а не нефти. Ну нефти там тоже достаточно, но стоит вопрос о воде, потому что воды становится все меньше и меньше. И достаточно даже посмотреть на историю, скажем так, падения уровня воды в российских реках. Так, почитайте, посмотрите, какими они были хотя бы еще 200 или 300 лет назад и какими они являются сейчас. Где было судоходство, где его сейчас уже нет. Что касается религиозного аспекта, вы знаете, по большому счету, на мой взгляд, все религии одинаковы, поэтому нами кто-то манипулирует очень искусно пока что по этому вопросу. Ну, говорю, вопрос о воде. Давайте все-таки вернемся к нам. Ну, вот мне, например, странно, значит, когда я вот только что был на Алтае, в Барнауле, в Барна-Алтайске, и мы там разговаривали как раз на эту тему с фермерами и со многими другими коллегами из министерства. И фермеры говорят, что, вы знаете, у нас мяса много, ну, действительно, на Алтае мяса много, ну, что можно сказать. Вот я вообще просто, я видел это все, да. И фермеры производят его хорошее мясо, экологически чистое. Они говорят, вот понятие экологически чистое, у нас нормальная, органическая продукция, нет, не органическая, а натуральная продукция. Мы там ничего не суем, не добавляем. И я там ел ту же колбасу, которую я здесь стараюсь не есть, да. Вот, с большим удовольствием. И когда я увидел, например, лавки мясо, по цене отличающееся вот от мяса, которое производят местные, оно оказалось из Аргентины. Вот какие аргентинское мясо завести на Алтай, ну, я не знаю, это какие мозги надо иметь, да. Когда там самое достаточно, с мясом там все нормально. С мясом абсолютно нормально. А по цене оно отличалось вниз? Вниз, естественно. Умороженное. Это сейчас, ну, вы сейчас знаете, что у нас в связи с отступлением, у нас сейчас обрушили свиноводство. И у нас уже, мы неконкурентно способны с нашей свининой по сравнению с... Ну, и потом, наше свиноводство, оно уже представляет, скажем так, экологическую угрозу. А честных сооружений-то нет? Да, и, к сожалению, многие наши, так сказать, многое наше население, живущее в районе свиноферм, гигантских там, где там по 10, по 15 тысяч там находятся, там невозможно. Это зона экологического бедствия, понимаете? Потому что строится сама свиноферма, а вот по утилизации очистных сооружений у нас, к сожалению, не строится. Если еще и построить очистные сооружения, они просто стали неконкурентоспособными, получается? Ну, да. Вот я по этому вопросу искренне считаю, что, с одной стороны, конечно, побеждает... Извините, раз перебью, просто скажите, Паста, почему там себестоимость ниже, а у нас выше в разы? Ну, не в разы... Ну, там стоиловое содержание, например, скота, а там целый год на свободном выборте. Смотрите, еще есть маленький такой нюанс, который я узнал вот на одном из экономических форумов. Значит, там идет кредитование... Там это... Это, ну, на Западе. На Западе, да. Идет кредитование сельскохозпроизводителя, да. Вот он берет кредит, во-первых, под... Дискую ставку. ...от 2 до 6 процентов. Плюс субсидии. И на 28-30 лет, да. У нас дают под какой процент и на сколько лет? На 5, на 8, на все. Если дадут, да. Если у тебя фамилия созвучная к фамилии известных людей. Ну, извините, но это надо рассматривать в комплексе. Первое. Конечно, более благоприятный комплекс природных условий. Давайте не забывать, что, например, северная граница США, США-Канада, проходит по широте Киева. Это первое. И, например, еще Черниченко в свое время путешествовал по Америке. Говорил, ребята, у нас железобетонные птичники, а у них из фанерки. То есть, как положение разное. Да, да, да. Стоимость прочих ресурсов. Ну, возьмите ту же самую электроэнергию и так далее. Ну, и, конечно, дальше селекция. Ну, у них же селекционная база совсем не такая, как у нас. Еду по Вирджинии. Вот эти вот шикарные мясные гиганты, понимаете, вот с которых мы здесь эти стейки шикарные едим. На воле, спокойно, пасутся. И плюс, конечно, разумная политика, поощряющая, ну, десятилетиями, столетиями вырабатывавшаяся. Нет, давайте просто сейчас... Да, я вот немножко здесь не согласен. Предлагаю просто вот ответить на следующий вопрос. Проблемы с безопасностью есть, продовольственной? Есть. Сколько угодно. А какие основные? Какие основные? Ну, можно я перечислить? Конечно, да. Значит, первое, это в области биологической безопасности. У нас идет сейчас очень много фальсификата. Раз, обмана. Более того, у нас сейчас... В чем заключается? В чем это заключается? В чем это выражается, да. Фальсификат, ну, в той же рыбе, вот, с которой скандал. Ну, да, написано одно. А, понятно. Да, понимаете, вот здесь потом намораживают в воду, вот, тех же креветок намораживают. Ну, то есть, вот идет вот такая вот откровенная чернуха. Обман покупает. Ну, используется, так называемый, одесский килограмм практически. Ну, да, 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 да. Гирька. Гирька. Да, да, да. И, значит, следующее. Использование огромного числа химических ингредиентов при производстве продуктов питания. Огромного числа, чтобы, во-первых, а, продлить жизнь продукту, второе, сделать его внешне привлекательным, и пихается туда немеренно из тех пищевых добавок, которые, так сказать, разрешены к использованию, потому что, ну, естественно, неразрешенные, использовать нельзя. И потом появление новых рисков, связанных с ГМО, вот, о которых мы говорили здесь, так сказать, вне эфира. И теперь увеличение срока продукции. То есть консервантов сыпется немеренно. Вы знаете, что теперь, сейчас, вот почему господин Собянин снял, убрал 16 лабораторий, которые должны были в Москве контролировать ГМО, да, и перевел эти деньги, значит, а там 54 миллиона в год на содержание лаборатории. Рублей, 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 да, конечно. Вмешная для него сумма. И перекинул их, знаете, куда? Куда? На благоустройство кладбищ, строительство этих самых. Это классический. Ну, довольно логичный ход. Почему-то не удивляйтесь. Нет, не удивляйтесь, да. А знаете, почему это? Это еще и Малышков, который возглавлял департамент продовольствия и услуг в свое время, говорил об этом. Оказывается, у нас сейчас с кладбищем большая проблема. Знаете, в чем заключается? Мы перестали гнить, потому что с пищей мы потребляем очень много консервантов, антибиотиков и микрофлора, которая нас призвана, так сказать, на составные части и возвращать нас в земле. Разъять как труп. Да. И везде это, везде. И во Франции, кстати говоря, тоже. Там тоже увеличили срок между захоронениями с 12 до 15. По той же самой причине. Это мировая тенденция. И поэтому, вот все эти риски, о которых я перечислил, там добавки, пестициды, тяжелые металлы, потому что сейчас появилась куча всего. Антибиотики колят, гормоны роста. Вот, кстати, о ваших птицах, которые вас восхитили. Мне птицы меня восхитили, меня восхитили быки. А их, знаете, как колят? А китайские свиньи, это вообще прелесть. Их колят, знаете, как... 6 месяцев 400 килограмм. Но выглядят шикарно. Ну, вы... Так, для этого и делалось, да, чтобы показать товар лицом. Афиши капитализма, как говорили. И вот в результате этого мы пришли к тому, что мы начинаем сами себя уничтожать с едой. И это вызвало понимание и ФАО, в том числе, да, и вообще мировое сообщество, что надо спасать самих себя. То есть мы потеряли чувство самосохранения. В погоне за прибылью мы потеряли... Причем от самих себя, заметьте. Да, да. И поэтому появилась вот эта экологически чистая продукция. Ну, вы можете на меня, надо мной подхихикать, но какая в Европе может быть экологически чистая продукция? Это там везде дороги, 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 между ними клочки, где выращивают. Да? Ну, то есть там полчаса забита. Там должно быть много свинца, я подозреваю. И не только. Не только свинца, уверяю вас. И им для того, чтобы рекультивировать все это, понадобится еще 50 лет. Вот там, ну, по разным оценкам, от 40 до 50 лет, чтобы привести все в божий вид. А вот на это время они и говорят, Россия, производите эту продукцию, приходите к нам, давайте вот этот товар, и мы его возьмем с большим удовольствием. И вот я участвовал в 2003 году, в Совете Федерации проводили Стариков. Иван Валентинович проводил совещание именно по этому поводу, он возглавлял комитет. И он провел совещание, там были приглашены послы многих стран, которые говорили, мы эту продукцию готовы брать. И аташе по вопросам сельского хозяйства говорили, вот даже уже списки есть, что вот кого интересует, какую страну. Мы почему-то запомнились, когда выступал посол Германии, и он сказал, что вот наша страна с удовольствием брала бы астраханские помидоры. У меня это произвело какое-то такое ненадимое впечатление. Теперь там одно ГМО в Астрахани. Ну, мы надеемся, что в астраханских помидорах... То есть, если я вас правильно понимаю, основная проблема не с количеством, а с качеством. Да. Качество и безопасность. Вот сейчас это... Потому что у нас вот... Ну, на что уж господин Данкверт, это Россельхознадзор, да, он признал, он говорит, что господа, к сожалению, техническая база, да, и вот те сопутствующие химические там, эти самые... Ну, которые позволяют калибровать прямого, у нас нет. И мы не в состоянии отследить все. Ни таможни, ни мы. Ну, а про господина Нанищенко я вообще не говорю. Это... Ну, не будем упоминать. Ну, он ветеринар... Не ветеринар, а... Главный санитарный. Главный санитарный. Ну, все-таки его ответственность в этих вопросах, мягко говоря, задающая. А вы согласны с коллегой, что в количестве проблем нет, а проблема в качестве основная? Я бы сказал так. Ну, мы же с вами... Я не сказал, что у нас нет качественных товаров, они есть. Ну, я имею в виду в массе своей продовольствия. Ну, я обращу ваше внимание на то, что количество вообще всегда переходит в качество. И в этом смысле я бы говорил не о качестве товаров, только о качестве продукции, но вообще о качественных проблемах, которые стоят перед нашей страной, нашим населением, в условиях де-факто наступившего относительного изобилия. И в первую очередь, вот на что я бы хотел обратить внимание, это на то, что ментально, то есть с точки зрения и знаний, и состояния психики массовой, и так далее, и так далее, население к новым условиям оказалось не готово. Мы с вами вернемся после перерыва. Снова программа «Парадокс». Я Степан Демура. У нас сегодня в гостях Александр Сергеевич Баранов и Алина Ильич Мирзун. И обсуждаем мы продолжительную безопасность. Но прежде чем мы продолжим интереснейшее обсуждение, давайте возьмем телефонный звонок. Добрый день. В эфире. Добрый день. Есть вопрос к вашим визовим. Вот кто-то из них, из присутствующих, участвовал в создании, написании и утверждении нынешних технических регламентов. Я не участвовал. Я участвовал. По техническим регламентам в области биобезопасности, да? Смотрим. Молоко. Молоко. Значит, вижу контроль по цезию на уровне 100 бетерейль, контроль по струнцию на уровне 90-м, на уровне 25 бетерейль. Кто из этого следует? Значит, 25 бетерейль. Это радиохимия в чистом виде. Значит, у нас радиохимия, открываем, как это проводится. Значит, в соответствии с регламентами проведения этих работ, такой анализ на 25 бетерейль радиохимии идет в месяц. Значит, вопрос. Где на предприятиях хранится месяц это молоко? И что делает предприятие, если оно что-то обнаружило, а его уже выпили в течение месяца? Ну, начинаем тогда сберегать электроэнергию, посветимся в темноте. Все нормально. Да, значит, смотрите, какая ситуация сейчас. Я вот участвовал в одном совещании, общественная палата проводила. Кучерина проводила это совещание по продовольственной безопасности тоже. Был вопрос, это вопрос, вопрос сейчас везде. И такие совещания проводятся везде. Во всех регионах. Так вот, там выступал глава Молочного союза России. И он сказал следующее. Он сказал следующее, что сейчас молока, вот на прилавках наших, да, настоящего молока, где путем анализа определяется молочный жир, нету. Вот 40%, 50%, от 50% до 60% на полках наших присутствует не молоко, а подкрашенная вода, в котором определяется пальмовое масло. Да, пальмовое масло, известное. И это самое, и кокосовое масло. А молочный жир используется в косметике? Да. То есть практически из сухого молока делают, да? Нет, сухое молоко, там должно определяться. Ну, как бы то ни было, жир не молочный. Не молочный жир, вы понимаете, это растительный жир, там соя, соя, это это. И ни в одном молочном продукте сейчас, собственно, молочного жира нет. Нету, который необходим нам. Ну, как необходим, тоже надо аккуратно... До 30 лет, я как, так сказать, знаю физиологию, до 30 лет мы можем пить молоко совершенно. Потом начинаются проблемы. То есть расщепляем, да. Да, то есть молочный сахар, да. Ну, есть генетические особенности. Ну, это сахар, понимаете, а вот по жиру молочному вопрос. 10% у нас населения, не стойкая аллергия, у них генетические, на генетическом уровне аллергия к молоку. Это есть такие люди, к сожалению. Я должен сказать, что китайцы, там у них 90% таких, а 10% могут. То есть, восьверса, как говорится, да. Что касается Беккерелии, вы знаете, вот этот регламент, когда он проходил, и были общественные слушания, я участвовал в общественных слушаниях, да, от общественной организации, он вызвал очень много нареканий, и там были очень большие споры, но не учитывалось, как вам сказать, вот разработчики этого регламента, в основном были, конечно, сами молочники. Ну, а как они будут разрабатывать технические регламенты? Исключительно под себя, понимаете? Так же, как с трансгенными растениями исключительно под себя, все, зерновой союз делал, чтобы, так сказать, допустить это, ну, они основные наши, так сказать, сторонники ГМО. Так что, здесь, понимаете, претензии, ну, я понимаю ваше возмущение, я понимаю ваше недоумение, да, но ответить я вам ничего не могу, потому что это принято, это все, это вошло в наш... Ну, да, это все равно, что правила охоты писали бы браконьеры. Да, да. Понимаешь, да? Ну, к сожалению, это у нас распространенная ситуация. Хорошо, а что делать с такой ситуацией? Я продолжу свою мысль. Вот, мне кажется, что, значит, панацея нет. Панацея это долгая, исторически долгая работа. Дело в том, что вот почему это не может быть быстро? Я даже не беру неповоротливость государственных органов и нечестные интересы и так далее, и так далее. Все-таки одна из важнейших составляющих проблемы, это состояние умов и знания населения. Это принципиально важный вопрос. Ведь что показали первые годы, ну, 10-15 лет, относительного изобилия? Они показали, что у человека в вопросах питания нету вмонтированного врожденного инстинкта самосохранения. Он утрачен. Ну, как бы, на сегодняшний день его нет, понимаете? И мощнее всего действуют те физиологические и психологические факторы, определяющие, так сказать, человеческое поведение, которые мобилизуются через зрительное восприятие, слуховое и, главное, через вкусовые рецепторы. Вы понимаете, то есть доминировать при выборе того или иного продукта или продуктов становятся субъективные вкусовые ощущения человека, которые, вообще-то говоря, даны нам природой для одной единственной цели, чтобы дать сигнал в мозг о том, что ждет желудочно-кишечный тракт при соприкосновении, подготовиться, выработать соответствующее количество желчи, соответствующие ферменты подготовить там, понимаете, и так далее, и так далее. А мозги у человека в этом случае и работать не могут, до тех пор он не вооружается соответствующими знаниями, что приобретается долго. А где эти знания можно взять? Сейчас я вот свою позицию вам на эту тему вот. Значит, результаты мгновенные, с исторической точки зрения, мгновенные 10 лет, и мы имеем удвоение показателя заболеваемости, например, по диабету на душу населения, на 100 тысяч населения. Удвоение за 10 лет. И сейчас уже ставится вопрос об эпидемии неинфекционных заболеваний, потому что параметры эпидемические, понимаете? Ну, а раньше это понятие только к инфекционным относились. Почему это у него в Советском Союзе? Изобилия не было? Я вам скажу так. Во-первых, Бог спасал страну от той самой вкусной и качественной еды, из-за которой ехали колбасные электрички. А как еда может быть качественной, если она вредна? Дайте вам сейчас, я пытаюсь дойти. Конечно, тогдашняя колбаса не была такой вредной, как сейчас. Не было таких масштабов и не было таких компонентов. Когда сейчас я вот лично чувствую, что из-за плохого настроения мне трудно перебороть внутренний запрет на то, чтобы съесть кусочек колбаски, я поступаю очень просто. Я не иду к прилавку, где лежат шикарная, красивая, розовая колбаса, а я иду, беру в заводской упаковке, на которой обязаны писать полностью состав по сырью. И когда я там читаю про загустители Е, номер такой, и так далее, знаете, у меня моментально пропадает это желание, я это кладу на место, иду, покупаю кусочек генетически модифицированной курицы с антибиотикой, а другой... Нету, нету. Ну, нету, да. Но все-таки... Оливка есть. Ну, вы сами себя обманываете тогда. Хорошо. Нет, но все-таки. Так вот, что я хочу сказать. Понимаете, взрослого человека переделать, в этом смысле, плохо. Сейчас общественный интерес, благодаря вот медицинским телевизионным передачам, конечно, пробудился очень сильно к вопросам питания. Но, вы меня извините, кто носитель этого интереса? Люди каких возрастов? Старших? С уже огромным букетом хронических заболеваний. Вот как я. Вот меня клюнул диабет. Я понимаю, но смотрите, ведь ГОСТы отменили, а почему нельзя установить эти ГОСТы роли? Послушайте, послушайте. Все отменили. Вот мое глубокое убеждение. То есть, это надо все восстанавливать? Вот мое глубокое... Ну, с течением времени установится. Но самое главное, мне кажется, это образование. И начинать со школы. Нет, Леонид, хотел сказать... Это включить, это включить в программы ОБЖ. Это немножко, на мой взгляд, отлукавый аргумент, потому что хорошо. Согласен полностью. Ну, даже если вы это включите в программу обучения, как обычно, этому научатся процентов 5. Может быть, 10 максимум. Ну, вы, я с вами не согласен. Позвольте, мне заходить. А у меня опыт есть. А у меня опыт есть. Я с вами не согласен. Но, ведь это же задача государства, по большому счету, заботиться о здоровье своей нации. Правильно. А государство наше делает все для того, чтобы это здоровье ушло. Государство живет по своей логике. Сначала... Ведет к возникновению других проблем. Быстро изменить ситуацию Брежневского образца. Это вы, вот за 10-15 лет. Вы обязательно получите сегодняшнюю ситуацию. Потому что проблем... Ну, перейти от состояния универсама на Каширском шоссе 80. Совкового, где нам в открытое окно кидали куски замороженного мяса. Я стоял и смотрел. Несчастные домохотяки на него бросались. Вы понимаете, отталкивая друг друга. К сегодняшнему шикарному супермаркету... Нет, минутку. Понимаете, это... Вы, наверное, не совсем поняли, что я пытался сказать. Я пытался сказать следующее, что... Хорошо, скажем так, проблемой физического изобилия решено. Она решена. Все есть. Да. Но почему тогда нельзя решить проблему качества еды? Можно. Есть ГОС, и все, запретили ВОС, и все, будет дороже. Нужно желание и время. Нет, нет. То есть это решаемо, но тяжело. И образование тоже. Вы понимаете, без образования и без понимания. Я с вами согласен. Без этого нельзя. И сейчас я, кстати говоря, вот я хотел про Европу сказать. Я специально ездил, исследовал организации социального питания, особенно школы, дошкольных учреждениях, в лечебных, лечебно-профилактических, в армии и в тюрьмах. Вы понимаете? Вот насколько они широко думают. Уже есть программы детские по обучению, уже внедряется. Сейчас вот в 28 школах Европы внедряется эта система. Я привез эту программу, и пытаемся мы сейчас внедрить у нас. На Белгородщине уже работают. Под Нижним Новгородом уже работают, ребята. И вот все, мы уже, вот как вы сказали, ОВЖ, вот на уровне, там вне классные есть какие-то эти самые часы. Вот началось. И вы знаете, какой у детей интерес? Особенно у мальчиков. Ну, все равно, это, понимаете, это занимает время. Все же можно решить быстрее. Ответ прост. Ликвидировать советскую систему стандартизации легко и быстро. Большого ума не надо. И это было сделано специально. Ну, послушайте. Которую инспекцию убрали. Зерновую инспекцию убрали. Да, товарищи, да вы посмотрите, как они работали. Господа, у нас осталась минута. Давайте подведем резюме. Это счастье, что ликвидировали хлебную инспекцию. Да вы поймите, все эти инспекции, они интересовались только одним. С какой скоростью моя рука в их карман чего положит? Ну, а сейчас что? С какой скоростью это ушло, что ли? Позвольте мне подвести маленькое резюме нашего разговора. Другие карманы вы кладете. Единственное, что я вынес из нашей беседы, что едим мы, конечно, каки в основной своей массе. И чтобы жить долго, нужно думать только за себя. Никто больше не поможет. Ну, и за свою семью. И за свою семью. Да. Потому что на государство, надеяться, нельзя, к сожалению, как обычно. А как семья, это основа государства. Да, ячейка социалистического общества. Да, да, да. Так что еще раз думайте сами, когда идете в магазин, читайте, что покупаете. А лучше всего ездить в какую-нибудь деревеньку и покупать коровку, укресенье. Очень интересно. Так все и делают. Все так и делают, да. Ну что ж, на этом придется с вами попрощаться. У нас в гостях были Александр Сергеевич Баранов, президент Общенациональной Ассоциации Генетической Безопасности, и Леонид Ильич Мерзон, гендиректор пекарни БОСКЛ. Программа «Вел Степан Немура». Удачи вам всем. Питайтесь хорошо. Продолжение следует.